Продолжаем нашу работу. Россияне активно обсуждают новый законопроект о полиции. На сайте законопроект 2010.ru уже оставлено более 4,5 тысяч комментариев. В основном граждане недовольны тем, что бывшая милиция получает слишком много полномочий. Например, проникать в помещение граждан. Это, по мнению блогеров, противоречит Конституции, которая гарантирует неприкосновенность частной собственности. Многие недовольны и самим фактом переименования милиции в полицию, так как это потребует значительных бюджетных затрат. Будущие полицейские, в свою очередь, негодуются здесь тем, что их лишают полномочий. Ждут в МВД сейчас и массовых сокращений. О будущем отечественной системы правопорядка мы беседуем с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Давайте сначала обрисуем основные достоинства и недостатки того законопроекта, который сейчас обсуждается. По вашему мнению, что хорошего в нем и что плохого? Надо сказать, что представленный публике законопроект в корне не отличается от законного милиции, который был и действует сейчас. По одной простой причине. Этот проект готовился в недрах МВД. И надо сказать, что пчелы не могут быть против меда. На самом деле милиция не могла родить ничего другого, как попытку произвести косметический ремонт. Дмитрий Медведев плохо скрыл недовольство данным проектом, сказав, в принципе, что да, действительно, концептуально он должен остаться таким, какой он выставлен на сайте. Но при этом президент открыт для предложений. Предложения поступили, и, как вы понимаете, довольно много. При этом, судя по всему, у Дмитрия Медведева существует свое собственное понимание этого проекта. И меня в этом проекте, по сути, заинтересовало несколько строчек относительно того, что структуру будущего ведомства определяет президент. Все, точка. На самом деле, эта ситуация очень серьезная. Она подвешивает внутриведомственных лоббистов, которые выторговали или пытаются выторговать минимальное количество реформ в своем собственном ведомстве. Мне кажется, что в ближайшее время мы узнаем о том, что следствие перейдет все-таки от МВД в единый следственный орган. Об этом президент уже упоминал кое-где в регионах. И мне кажется, что, в принципе, президент еще не отказался от идеи возможного разделения ведомства на несколько частей. И это будет большим сюрпризом. То есть, основное принципиальное отличие – это то, что мы пока еще в законопроекте, наверное, и не увидели. То есть, законопроект – это, наверное, какой-то сырой даже материал. Я правильно понимаю вас? И это действительно очень просто. Потому что до этого внутриведомственные лоббистские группы очень эффективно отбивали любые атаки президентской администрации для того, чтобы как-то реформировать это ведомство, привести его в соответствие с современными реалиями. Потому что ныне существующее МВД повторяет советские контуры. Оно полностью обращено в прошлое. И при этом является вполне самодостаточной корпорацией, слабо управляемой извне. Ведь зачем нужна реформа? Реформа нужна чувству собственной безопасности у верховной власти. Потому что ведомство, которое не подчиняется верховной власти, его или не нужно уничтожать вообще, а это невозможно, или радикальным образом реформировать. Так вот, до этого внутриведомственные лоббисты полностью, практически нейтрализовывали любые попытки более-менее радикально реформировать собственное ведомство. То есть, сделать его более управляемым. Ну, а все-таки, зачем же тогда понадобилось общественное обсуждение? Вот эти вот президенты попросили общество поучаствовать, внести какие-то рекомендации? Если у него есть свое же понимание того, что мы должны получить на выходе, и что он, собственно, потом завизирует и подпишет? Ну, Дмитрию Медведеву нужен кредит доверия. А этот кредит можно получить только у населения, у публики. Дмитрий Медведев в последнее время довольно часто использует этот инструмент. Как известно, он блогер, как известно, он активно использует социологические опросы для принятия решений и не делает каких-то, ну, скажем так, малообдуманных поступков, которые он не соотносит со своим другим участником властного тандема, Владимиром Путином. Судя по всему, Владимир Путин действительно тоже настроен довольно решительно. Его также не устраивает, какую брону не играл в дальнейшем, его также не устраивает малоуправляемое ведомство. А как вы считаете, то есть, ваши слова фактически означают, что на выходе мы должны получить какой-то совершенно новый орган, совершенно новые ведомства. Мы, может быть, пока сейчас еще не четко представляем, и даже МВД совершенно, наверное, не представляют, что же получится на выходе. Но получается, что действительно реформа состоится. Сигнал об этом Дмитрий Медведев дал, когда совершенно неожиданно для самого ведомства предложил переименовать милицию в полицию. Это его была инициатива? Судя по всему, да. Милиция подразумевает, что это общественное представительство. Помните, в начале прошлого века, собственно, полиция стала милицией для того, чтобы отразить народную сущность этого органа, который должен следить за правопорядком и представлять интересы народа, защищать его. Полиция же воспринималась у населения России как репрессивный орган. Так вот, сейчас полиция, по сути, вот такое изменение смыслов, оно должно привести к тому, что полиция поменяет свою суть. А это подразумевает радикальную реформу. Так что же, она станет репрессивной, еще более репрессивной, чем была наша милиция? Я думаю, что граждане ждут не этого. Ну, репрессивная милиция работала на свой карман. Может быть, время поработать на государство? А как вы считаете, вот тот опыт, который сейчас есть в европейских странах, который уже накоплен, Грузия недавно, кстати, провела довольно успешно, многие считают, что реформа у органов внутренних дел, он будет использован в конечном варианте? Ну, грузинский опыт реформирования МВД на самом деле воспринят на вооружение в администрации президента. Это совершенно очевидно. Это очень видно по тому проекту, который представлен. Даже он разработан самими сотрудниками МВД, экспертами из ведомства. Но, тем не менее, некоторые положения президент все-таки внес. И они свидетельствуют о том, что он очень внимательно изучил, я так подозреваю, западный опыт, в том числе и опыт грузинского реформирования.